Всем здравствуйте, дорогие друзья! С вами Камарачи на связи. Я вас всех рад приветствовать в очередной серии по игрушке WallenHards. Мы продолжаем. У нас Анна попала на фронт и, как мы видим, мёртвые люди у нас лежат за спиной 7 сентября. Очень много трупов. И сейчас... Ох, какие крики! Ё-моё! Блин, помощь нужна мужику. Сейчас будем что-то пробовать. Так, давай. Ты чё? Хватай его. Чё он так кричал, не пойму. Такие крики. Это, наверное, у самогонки, наверное, да? Ух, тихо-тихо-тихо-тихо. Чё, погиб? Ты чё, ты чё? Вези. Помогай, помогай ему. Ух ты, умничка какая. Она ему вправила ногу. Как я понял. А ещё ветеринар. Молодец, женщина вообще такая волевая. Не испугалась, а сразу подбежала, помогла. Прошло семь месяцев. Анна, движимая состраданием, посвятила себя заботе о больных и ранениях. Каждая спасённая жизнь была победой над войной, которая и не думала утихать. Да, это, конечно, страшно. Пятнадцатый год. Это он нам рассказал, кто был ранен. Сейчас будем помогать. Дневник. Дневники. Давайте почитаем. Так, седьмое октября. Ужасно. Я ещё вчера жила в своей так. Давайте сначала. Обстановка здесь просто ужасная. Ещё вчера я жила в своей уютной квартирке. А сегодня вдруг оказалась посреди настоящего ада. Здесь столько мёртвых. И среди них так много совсем ещё молоденьких. Утром мне удалось спасти жизнь одному солдату. Но ещё так многим нужна моя помощь. Завтра попытаюсь пробраться поближе к линии фронта, чтобы помочь тем, кому сейчас хуже всего. Она бесстрашная вообще девушка. Это просто нонсенс. Сегодня в 4 часа дня по всему Парижу звонили колокола, нагоняя страх. Какой-то человек на улице сказал мне, что это был сигнал к мобилизации войск в случае объявления Германии в нам войны. Нужно написать отцу и выяснить, что происходит в Бельгии. Да, сильно. Так. Когда смогу вернуться в бой. Так, ага, проклятые снаряды. Так, ладно. Есть такое дело. Так, тут у нас кто-то, да? Пилка. Нужна пилка. Тут у нас носки, да? А что это за носки у нас? Исторические факты. Смазанные жиром носки. Носки, вымоченные в переработанном жире и покрытые снаружи формалином, были лучшим средством защиты от холода, сырости, обморожений и других неприятностей. По крайней мере, так говорилось в рекламе, в которой многие верили. Но какими бы эффективными на самом деле не были эти специзделия, большинство солдат охотно предпочитало им пару обычных сухих носков. Так, понятно. Ерунда, короче, развод. Так, меню подсказок. Нет, нам не надо. Так, труба, вода. Взяли носки. Так, еще сейчас ничего. Побана, пилка. То, что нам нужно. Неужели ему надо ногу пилить? Так, стоять бояться. Не умирай, друг, держись. Это жестко. Мужик даже почти не орет. Она ему отрезала руку, а он держится. Действительно вообще сильный мужик. Но, возможно, этим она спасла ему жизнь. Хотя, в принципе, могла пойти гангрена. Может, точнее, пойти гангрена и заражение крови. И потом это будет просто печально. Тогда точно смерть. Так, он хочет пить. Он хочет пить. У нас вот еще какой-то предмет интересный. Но воды мы ему точно принесем. Мы уже поняли, где вода. Так, вода у нас вот здесь. Так. Немножко не понимаю. Надо, что ли, ждать или что? Или я что-то не так делаю. Короче, ладно. Поставить мы поставили. Костыль. Костыль, костыль. Стукнуть, блин. Мужика. Так, хорошо. Давайте подумаем. Вода. Ну, сомневаюсь, что она сама там наберется. Значит, надо идти вперед. Вон, видите, там еще какая-то записка. Найти костыль. Подбирай записку. Ох, сколько тут трупов. Ё-моё. Это, конечно, еще тот видок. Я думаю, запах там тоже чертовски жесткий. Крест. Смерть закапывают. Ё-моё. Эта игрушка точно не для детей. Очень жесткая. Что-нибудь. Еще бы девушка крест тянула. Да сейчас я тебе помогу. Подожди. Сейчас крест дотянем. Хотя мертвому уже не поможешь. Так, ага. Вот. Лопата типа костыля. То, что нужно. И теперь тебе, друг. Так. Наверное, нет. Наверное, надо... Сначала разобраться. Что-то еще. Гребень или как-то так это называлось. Ну, сейчас мы с вами все прочитаем. Отдадим сейчас лопату, похожую на костыль, тому мужику. Потом, может быть, уже вода набралась во флакон. Отдадим флакон вот этому мужику. Или парню. И потом придем с... Ну, я не знаю. Перевязки-то у нас все равно нет. Держи. Ты мне что-нибудь дашь? Ничего не дашь, да? Давайте проверим воду теперь. Да. Здесь, короче, нифига ничего не происходит. Значит, нужно что-то сделать. Ладно, пока... Пока не знаю. А! Может быть, как раз вот... Ну, не знаю. Повязка-не повязка. Типа, чтобы... Направить ткань в бутылку. Нет. Она дергается. И все. Значит, что-то... А что еще тут можно сделать? Больше никуда пройти нельзя, да? Здесь мы залезть тоже не можем. Надо думать. Надо думать. Еще раз думать. Его надо перевязать. Руку ему надо перевязать, подвязать. Этому нужно попить. Значит, нам где-то найти нужно... Предмет, который откроет... Получается, там кран. Ну, или... Тряпку, не тряпку. Насколько я правильно понимаю. И помочь тому еще, парню. Так, назад мы, по-моему, уж не можем. Так, опа. Еще какой-то предмет. Мы практически полностью все собрали. Давайте почитаем. Кусок шрапнельного снаряда. Фрагмент снаряда, начиненного шрапнелью. С свинцовыми пулями, в зависимости от типа, такие снаряды взрывались, разбрасывая вокруг свою смертоносную начинку, либо при ударе о землю, либо еще в воздухе. Что усиливало поражающий эффект. Так, круто. Гребень против вшей. Ну, это, думаю, все знают. Сидя в траншеях. Так, проиграли войну сразу двум своим злейшим врагам. Крысам и вшам. Не считая специального порошка. Единственным средством от последних был очень частный металлический гребень. Когда солдаты получали отпуск, отправлялись с тыл, их тела приходилось тщательно отскалкивать, отмывать горячей водой. Форму кипятили или получали взамен ее новую. Ну, блин, не мылись же. Продырявленный котелок. Обе половины этого котелка имеет сквозное отверстие. Пускай действие теперь очень неудобно, зато минимум одна солдатская жизнь была спасена. Боец носил его на уровне одной из почек. После взрыва снаряда котелок замедлил полет раскаленной шрапнели. Хотя его хозяин все же получил ранение, но оказалось не смертельным. Солдаты часто коптили котелки над костром, чтобы они не блестели на солнце и не выдавали их местоположение врагу. Блин, столько всяких деталей. Друзья, это и так интересно. Вот правда. Русского солдата. Дорогая дочь, мы продвигаемся вперед. Вокруг французская провинция. Тут очень красивые пейзажи. Как бы мне хотелось сейчас любоваться ими вместе с тобой. И никого не убивать, никого. Постоянно думаю о тебе. Твой отец Вольфганг. Подождите. А у нее отец... Смотрите. Шарф. Ё-моё, я нашел шарф, ребята. Может быть, тусклянку нужно кинуть в этот шарф? Ммм. Возможно, возможно. Давайте попробуем. Почему бы нет? У нас здесь больше ничего нету. Что мы можем взять и использовать в своем арсенале. Кроме вот этой фляги. До той штуки мы тоже не можем дойти. Не разбивается ничего, ничего не делается. Хотя там вот можно открыть. Странно, конечно. Может быть, я что-то упускаю или делаю что-то не так. Может, тут как-то можно пройти туда? А! Блин! Ну, короче, это мой косяк. Я понял. Я пропустил это место. Шарф. Руководство для медсестер. Поскольку боевые действия неожиданно приближают широкий размах, военно-медицинская служба столкнулась с нехваткой персонала. Для обучения добровольцев было напечатано специальное руководство. В нем содержалось огромное количество практических способов решения проблем, связанных с транспортировкой раненых в полевых условиях и оказание им помощи, инструкции по изготовлению шин или носилок из винтовок и винтовочных ремней. Да, это, конечно, инструкция крута. Согласен. Так, что мы можем сделать? Мы в данный момент ничего сделать не можем. Да? Да. Типа, ааа, нам нужен топор. Нам нужен топор. Топор, топор. Надо где-то его взять. Этот топор. Я что-то пока что не наблюдал стоять. Ааа, даже так мы можем сделать? Да ну. Ну тогда все проще паренарепы. Забираем вот эту штуку. Я не увидел. Видите, блин, надо быть очень внимательным. Любая мелочь ускользает от взгляда. Надо сконцентрироваться и правда вот проявить должную внимательность. Давай. Отлично. Флакон мы с вами набрали. Бутыль, флакон. И теперь вообще волшебно. Правда, идти, чтобы перевязать солдату, надо дальше. Поэтому мы сейчас сделаем вот такую рокировку. Поменяемся. Отдадим ему флакон. Кстати, насчет кормежки в медпунктах. Все. Попил. Молодец. Кормежки в медпунктах. Я когда служил в армии и попал в медпункт с температурой, нам постоянно жрачку приносили холодную. Вот прям вот тут уже ледяную остатки со столов. То, что там поставалось. Сгребли принесли. Жрать, конечно, такое невыносимо. Но деваться некуда. Потому что больше, так как я служил в закрытой части, еще и в лесу, больше ничего не оставалось. Кроме как жрать то, что тебе приносит. И как-то я помню спросил у майора, говорю, товарищ майор, а почему постоянно еда-то холодная, постоянно остатки. Может как-то можно отложить, да, расход подать, чтобы, ну, не есть такую дрянь. Есть невозможно. Но я думаю, вы понимаете. Север холодильный на севере служил. Еще и в медпункте холодно реально. И жрачка холодная. На что мне дал майор ответ. На войне, в бою раненые, это просто лишний балласт. И люди, которые заболели, они нахрен никому не нужны. И это, получается, лишняя трата ресурсов на этих людей. Вот только вдумайтесь. Человека, которого ранили в бою, он по сути балласт уже является. Он уже не нужен никому. Но если там какая-то серьезная рана, нахрен заморачиваться, да. С ним. Зачем его кормить? Зачем поить? Зачем тратить на него медикаменты? Если он... Все, он уже заведомо, можно сказать, умер. Мертвый. Стоять! Стоять! Не понял. Да, еще раз попытка на бычу. Давай. Что такое? Давай. Спасаем мужика. Пулю вытащила. Ну, осколок, я имею ввиду. Блин, эта девчонка реально вообще молодец. Блин. Не попал. Грубо говоря, честь отдал. Французские офицеры говорили о Бельгии. Кажется, немцы собирались применить новое оружие у Ипра, родного города Анны. Анна немедленно отправилась предупредить отца. Когда она добралась до города, тот поприветствовал ее ревом сирен. Здесь уже властвовал смертоносный голос. Фух. Офигеть. Так что такой вот ответ дал мне майор. Я был в шоке, если честно, от такого ответа. Но понял, что... Ох, умерла женщина, да? Походу. Понял, короче, что ничего вы не сделаете. И болеть в армии ни в коем случае нельзя. Да и вообще, если вы вдруг в каких-то боевых действиях, ни в коем случае нельзя допускать того, чтобы вы были... То есть зависимы от медикаментов. То есть, чтобы ваша жизнь, знаете, как принадлежала кому-то, если можно так выразиться. Сейчас может быть немножко по-другому. Хотя, когда война, не дай бог, и ограниченные ресурсы, естественно, будут тратить на людей, у которых, допустим, осколок в плече, осколок в ноге, в бедре, вот где-то. И когда человек может принести пользу какую-то, ну там, или глаз там выбили, еще что-то. Я думаю, все это понимают. А все остальные люди, которые тяжело больны или ранены, на них тратить медикаменты, еду, которых и так в очень маленьких количествах, в малых, никто не будет. Как бы это грустно и жестоко не звучало. Так, я не понял, что она, что она сделала. Ну ладно. Так, деревянный волчок, смотрите. Деревянный волчок с ниткой, обычная игрушка начала 20 века. В годы Первой мировой игрушки постепенно становились все более-более военнизированы. В настольных играх дети могли одержать победу в известных битвах. Кроме того, для них выпускалось множество занятных безделушек, которые высмеивали врага. После окончания войны игры и игрушки снова стали носить более мирный характер. Ну, блин, тогда были тяжелые времена, поэтому так и было. Кто-то умер, да, показывает? Ага. Как она вот передвигается вот по этому газу? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Моя личная глупость. Я думал, что он как бы на заднем фоне и можно пробежать. Точнее, на переднем, а я пробегу на заднем. Но, увы, неправильное решение, неправильный ход мыслей. Ух, думал, сейчас тоже провалится шестеренка. Тут ничего. А люди у нас под землей, смотрите. Под землей, под землей. Им нужна помощь моя. Так, обследуем второй этаж, если не провалимся. Ничего здесь нету, да? И сломать мы не можем. Шестеренка, значит, ее нужно куда-нибудь вставить. Будем думать. Все, я понял. О, это еще сколько шестеренок-то надо собрать. Офигеть! Я представляю, сколько она весит. Так, и... Нифига, да? А ну-ка. А большую мы можем взять? Можем взять. Давайте проверим. Ага, смотрите. Нет? Нифига. Странно, я думал, она достанет. Эта шестеренка тоже неправильно стоит. Наверное. О, 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 о. И еще одна должна быть большая. Если я правильно понимаю. Давайте залезем еще, глянем здесь. А что тут? Смотрите, есть еще какая-то веревка. Вон она, упала. Все. Сейчас мы ее заберем. А может быть... Не, ну правильно. Я думаю, они по краям должны стоять. Но, может быть, я неправильно думаю. Что такое? Ну, ставь. Почему она не хочет ставить ее сюда? О, все. Попровалится, да, сейчас? Да, угадал. Все рухнуло к чертям собачьим. Надеюсь, там никого не прибило внизу. Ага, теперь, я думаю, можно спуститься. И люди свободны. Круто. Молодец все-таки. Анна, волевая девушка. Ох, ох. Ох, а ну-ка, что это мне даст? Неплохо. Неплохо. Сильвупле. И все равно ему нужна помощь. Видимо, ему приходит кирдык. Что с тобой? Вот это на воду, да? Или что она? Да блин. Тихо. Тихо, друг. Ух ты. Молодец. Держишься нормально, мужик. Вот это сложно. На все попал. Но мы спасли еще одну жизнь. Мы очень много спасаем жизни. Он нам дал еще какую-то штуку. Сломанная трость. От этой прогулочной трости устроила лишь рукоятка. Когда-то это был очень изящный аксессуар. Казавшийся в траншеях диковинным сувениром. К сожалению, сломанная трость никому уже не нужна. Да, войну точно. Трость никому не нужна. Здесь мы сделали все дела. Правильно? Правильно. Теперь нужно возвращаться назад. Откуда мы пришли? Или нет? Это только наверх идет. Стоять. Хотя нет. Я даже не знаю, куда я сейчас иду. Здесь же у нас все сломано, все развалено. Колокол у нас упал. Эта локация у нас полностью закрыта получается уже для нас. Мы сделали все, что могли. А вот, вот здесь выход. Я что-то... Это показывают прохода. Нет, смерть. Все, теперь я понял обозначение, что смерть. Вперед нельзя. Вперед нельзя. Так, здесь я была мама с девочкой. Вот скотина, собака. Дальше тут, наверное, все уже. Никуда мы не пройдем. Смотрите, какой там мужчина и мальчик. А, это типа противогазов таких, видите, на детях. Вот эта вот повязка, которая, помните, мы читали... Короче... Ну, либо водой, либо мочой намоченная. И плюс еще очки какие-то. Ну, водой... Показывают туда. Ну, и что? В руинах так. Нет, это нам сейчас пока не то, не интересно. И все. Дальше мы пройти не можем. Опять я что-то затупил. Я нашел еще выход. Вот, смотрите, видите, вот здесь вот эта вот дверь. Чуть-чуть я не доглядел. Внимательности мне что-то не хватает. Очень сильно я рассеянный. Ох, бомбардировка. Ё-моё. Надеюсь, не умрем. Так. Понятно. Нужно найти где-то рычаг. Здесь что у нас? Ступик. Значит, у нас вход только сюда. Это мы вошли. Опять женщина. Так. Мы можем для чего-то двигать вот этот вот стол. Угу. Понятно. Мы можем пройти туда. Сюда мы можем зайти? Не можем. Это как декорированная локация. Надо подумать. Наверх. Пойдемте посмотрим, что в шкафу. Ага. Тут уже вынесли все до нас. Женщина там в шоке. Не понимает, что произошло. Опа. Нашли мы с вами ночной горшок. Так. Ночной горшок. Я думаю, тут в принципе все понятно с ним. Стоять. Книгу нельзя взять. Угу. Тупик. Сейчас подумаем. Кто еще не играл в эту игру? Вот уже поиграв несколько часов, могу смело рекомендовать. Действительно, очень хорошая, качественная игра. Очень хорошая атмосфера погружения. Вообще, просто, ну, мне нравится. Я вот в восторге. Стол мы подвинули, но мы не можем перелезть. А, не. Вот можем. Что-то тупит. Нам нужен ключ. А где же мы его возьмем-то, ключ? Вот этой женщины? Нифига, наверное. Тут мы ничего с вами не сделаем. Только горшок мы с вами нашли, который нам вообще не нужен ни для чего. А, во. Блин, я же знал, что не просто так сюда вот есть вход. Не может же быть такого. Таёшкин, матрёшкин. Уходи отсюда. Сейчас мы откроем и пытаемся освободить эту женщину. Только как её освободить, я что-то ума не представляю. Она там в шоке. Стоит, кричит, помогите. Сейчас меня завалят. А вот ещё картина, да? А, это ж мы её сбили. Точняк. Угу. Мы взяли непонятно что. Зачем мы свалили картину? Непонятно, зачем-то свалили. И сейчас прочитаем за очки. Давайте. Стереоскопический фотоаппарат. Фотоаппарат, делающий два одновременных снимка на стеклянных пластинках, позволяя тем самым получить объёмное изображение. Такие устройства были распространены достаточно широко из-за своих малых размеров. Знаете, если честно, то, по-моему, где-то я видел такой. Где-то. Может быть, в музее. Потому что знакомая вещь, вот прям вот на глаз. Вот в музее, наверное... Стоять бояться. Код, да, нам нужен? Восемь на этой картине. Блин, вот теперь нужно бегать из... А какой вообще код? Восемь... Четыре. Восемь-четыре. Тут ничего нету, да? А там были ещё картины? Не помню. Восемь-четыре. Ну окей. Давайте. А может, знаете что? Может, в дневнике мы что-то найдём? Давайте посмотрим. Так. Ещё один бесконечный день. На каждую спасенную жизнь присылается ровно количеством множества потерянных. Бедный мальчик изуродован из количества на всю оставшую жизнь. Я не могу оставить их одних. Пусть даже всё, что мне останется, это держать каждого из них за руку, пока он медленно угасает. Так. Нету. Не записывается в дневник. Восемь-четыре. Окей. Попробуем. Чем чёрт не шутит? Восемь. И четыре, да? Ещё есть какой-то код. Ещё есть картина где-то. Но у нас, в принципе, много можно вариаций подумать, да? Восемь. Четыре. Давайте. Давайте три. Нет. Восемь. Четыре. Четыре. Давайте пять. Нет. Восемь. Четыре. Два. Не подходит. Лень бежать просто. Восемь. Четыре. Один. Блин. Если код из четырёх цифр, это печально. Восемь. Четыре. Семь. Ну, это эпик фейл. Слушайте, шестёрка, что ли? Восемь. Четыре. Шесть. Последняя самая. Да ну нафиг. Так. Я сдаюсь. Три. Восемь. Три. Восемь. Хо-хо-хо. Так. Это значит третья цифра восьмёрка. Правильно? Чёрт. Хоть записывай. Хоть записывай реально, ребята. Первая четвёрка. Всё. Наверное, допёр. Сейчас мы запишем. Первая идёт у нас четвёрка. Третья у нас идёт восьмёрка. Давайте, давайте. Ещё вторая вот шестёрка. Смотрите. Нашли. Нашли. Вторая шестёрка. Значит, ещё есть картины. Которых я не увидел, к сожалению. Или неужели просто... Просто я неправильно набрал цифру. И всё. И больше никаких нету. Окей. Ладно. Набираем, как и было показано. Четыре, шесть, восемь. В обратном порядке. Всё сработало. Так. Ну, я думаю, на этом, дорогие друзья, мы с вами закончим эту серию. Спасибо, кто посмотрел. Оставайтесь дальше на моём канале. Смотрите видеоролики. Подписывайтесь. Комментируйте. И ставьте большие пальчики вверх. И увидимся в следующей серии, куда мы зайдём. Вот в эту дверь. Пока.